Чтобы избавиться от боевого снаряда, когда в дом с обыском пришли полицейские, 40-летний одессит просто выбросил его через окно с 13 этажа. В квартире жителя Суворовского района Одессы хранились осколочно-фугасный снаряд, гранаты F1 с запалом, патроны, а также наркотики. Как сообщают в нацполиции, гражданин попал в поле зрения правоохранителей в рамках операции «Оружие и взрывчатка». Чтобы уменьшить количество незаконно хранимых опасных предметов, когда к нему пришли с обыском, мужчина просто выбросил снаряд из окна. Сейчас правоохранители устанавливают, что задержанный намеревался делать с гранатой и снарядом. Куда более серьезный арсенал оружия хранил у себя житель Беляевского района. Три миномета, две винтовки, три пистолета системы «Наган», автомат ППС времен Второй мировой, множество боевых патронов и пуль. Все это обнаружили и изъяли сотрудники силовых структур в двух дачных домах жителя области, сообщают в нацполиции. Также у любителя оружия было найдено устройство, с помощью которого он самостоятельно отливал пули и начинял их зарядом. Обыски продолжаются. Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований. Дом милосердия Одесского свято-архангела Михайловского женского монастыря, где нашли приют люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получил благотворительную помощь, которую одесситы приносили в рамках совместной акции, организованной Центром предоставления административных услуг и Советом мира. Боксы для сбора благотворительной помощи были установлены в Центре предоставления админуслуг, куда каждый день приходят сотни людей. И одесситы, которые готовы были поделиться с нуждающимися, оставляли одежду, продукты, посуду, предметы гигиены, детские вещи. Когда у человека появляется возможность помочь кому-то другому, он легче преодолевает и свои проблемы. Благое дело, которое делает в Доме милосердия, оно заслуживает того, чтобы каждый из нас попробовал приобщиться и стать частичкой этого доброго дела. В Доме милосердия живут люди, которые по воле судьбы оказались со своими проблемами один на один. Отсутствие жилья, денег, документов, проблемы со здоровьем. Здесь о них заботятся, окружают вниманием, помогают преодолевать трудности. А главное, дают понять, что они не одиноки. Мы сделали все, чтобы объединить наши усилия и чтобы совместно с городской властью, с Центром предоставления административных услуг, Совет мира, который, в принципе, участвовал в строительстве этого Дома милосердия, и уже 20 лет он функционирует, и совместно с женским монастырем привести вот такую вот добрую акцию и показать людям, что не только все измеряется в меркантильности, извините, в материальных процессах, что очень много делается добра для людей. Акция будет продолжена, и те, кто хочет приобщиться к добрым делам, могут принять в ней участие, отметила Евгения Абрамова. Кроме этого, на постоянной основе у одеситов появилась возможность в терминалах, которые стоят в Центрах предоставления административных услуг, не принужденно, если есть в этом душевная потребность, оказать в том числе материальную помощь. В ходе акции многие одесситы приносили в Центр предоставления административных услуг и детские вещи. Они будут переданы в приюты и детдома отдаленных сел Одесской области, куда редко доходит благотворительная помощь, отметили организаторы акции. Одесситы, которые побывали в субботу в парке Горького, смогли принять участие в семейном фестивале здорового досуга «Спорт Драйв Фест». Горожане получили возможность поучаствовать в мастер-классах по самым современным видам спорта и фитнес-направлениям от лучших инструкторов города и познакомиться с настоящими чемпионами. Если у вас есть хоть немного свободного времени, нужно использовать его для того, чтобы провести время с семьей, погулять и позаниматься спортом на свежем воздухе. В этом уверены организаторы фестиваля здорового досуга «Спорт Драйв Фест». А для того, чтобы прогулка запомнилась надолго, устроили для горожан настоящий праздник. У нас сегодня много мастер-классов. Это и брейк-данс, это и линди-хоп, это и сальса-опен-эйр, это и интересное сейчас направление фитнес-танец. Это зумба, который у нас сегодня будет вечером от лучших инструкторов Одессы. Зумба, опен-эйр, очень-очень веселый зажигательный танец с элементами фитнес-упражнений. Ну, это просто стоит попробовать, потому что это весело, это драйвово, это просто заряжает энергией. И то, чего не хватает нам сейчас. «Спорт Драйв Фест» объединил самые современные фитнес-направления с уже известными популярными видами спорта. Своими умениями делились чирлидеры, роллеры и стрит-теннисисты. Неподельный интерес гостей фестиваля вызвало такое направление, как альфа-гравити. Считается, что 15 минут занятий этим видом спорта может заменить полуторачасовую тренировку в тренажерном зале. Это направление называется альфа-гравити. Это развитие тела через подвесы на специальных веревках, где растягиваются и разминаются правильно сухожилия, растягивается позвоночник, все мышцы в тонусе, потому что там есть разные вариации. Можно расслабиться, можно тонизировать мышцы, можно прокачивать мышцы. На фестиваль в Паргорьково одесситы приходили целыми семьями. Праздник очень веселый и классный. С помощью этого праздника, наверное, люди смогут сделать прорыв в своих физических занятиях. Этот праздник хороший, веселый, классный, очень много танцев, всяких крутых песен. Очень спортивный, энергичный такой, хорошие ощущения. Такие фестивали надо проводить для того, чтобы люди стремились быть здоровыми и, например, питались правильно, регулярно или занимались каким-либо спортом. За самочувствием присутствующих на фестивале горожан следили медики и клиники Святой Екатерины. Очень хорошее мероприятие сегодня в парке проходит. И очень радует, что присутствует машина скорой помощи, потому что, несмотря на осень, все-таки жарко и всякие ситуации могут произойти. И всегда можно подойти, обратиться к врачам за помощью. Они помогут, посоветуют, окажут первую помощь при необходимости. Также на прошлом мероприятии мы тоже попали с ребенком, даже на экскурсию в машине скорой помощи. Это было очень интересно. В рамках фестиваля прошел благотворительный сбор средств на спортивный инвентарь для школы Одессы. Побывать на семейном фестивале активного досуга «Спорт-драйфест» в парке Горького горожане смогут и в воскресенье, 16 сентября. Те, кто умеет вместе весело использовать для души и здоровья отдыхать, умеет и плодотворно трудиться, усваивать новые знания, постигать азы профессии. Следуя давней традиции, в сентябре студенты и преподаватели Одесского колледжа компьютерных технологий «Сервер» организовали туристический слет. Активный отдых на природе, приятное общение, песни, танцы и подвижные игры. Ребята смогли ненадолго отвлечься от учебного процесса и набраться сил перед занятиями и сессией. Будущие специалисты в сфере компьютерных технологий и дизайна отложили в сторону клавиатуры и гаджеты и провели традиционный тур слет в лесках. Вы знаете, дети сидят за партами. Они скрючившись, согнувшись по-разному, сидят за компьютерами, за мольбертами. А ведь здоровье этих детей, чтобы они себя чувствовали здоровыми людьми, не менее важно. Поэтому в нашем колледже, как бы ни было нам тяжко, мы все равно стараемся так, чтобы дети еще и физически были здоровыми. Проводить спортивно-туристический слет в начале сентября – это давняя традиция колледжа компьютерных технологий «Сервер». Традиция эта замечательная. Я с удовольствием ее всегда поддерживаю, сижу в жюри, поддерживаю ребят. И вообще считаю, было бы неплохо, чтобы в каждом вузе ректор, директор мог устраивать такие мероприятия. Но в первую очередь детям это замечательное место. Прекрасно здесь они обустраиваются, находят общий язык сразу. Ребята преодолевали сложную полосу препятствий, участвовали в творческих конкурсах, состязались в спортивных эстафетах. Организацией веселого и активного досуга занимается студенческий совет «Сервера». Наш студсовет вместе с нашим руководителем Антоном Юрьевичем, они придумывают разные интересные для ребят соревнования, закупают множество призов, подарков. Но это все делает наш студсовет, у нас очень сильный студсовет, он сегодня, в общем-то, руководит этим мероприятием. Такой отдых в первую очередь объединяет ребят разных курсов. Они заводят новых друзей, общаются, демонстрируют свои таланты, а также ближе узнают своих преподавателей. Мы видим друг друга совсем с другой стороны. Это тоже очень важно для понимания. Ведь, проводя занятия, мы должны понимать, что хотят на эти дети, как они воспринимают нас. Чтобы они нас воспринимали не как что-то чужеродное, а как то, что действительно готовится им в помощь. Такие мероприятия особо важны для первокурсников, говорят ребята, которые учатся уже не первый год. Для первого курса это важно очень, потому что они в этом сплотняются. Я помню наш прошлый турслет, это было очень весело. Вот мы как они стояли, на нас навесили платочки, стоим, не понимаем, что происходит. Все уже освоились, кто-то делает шашлыки. На первом курсе это очень полезная вещь, потому что ты еще ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь, что делать, с кем общаться. Здесь ты находишь новых друзей и понимаешь, что ты можешь не стесняться, можешь проявить себя. Именно тут, как мне кажется, вливаются новые студенты в общую атмосферу. Так было с нами, так, наверное, будет и с первым курсом, который сейчас тут первый раз у нас. В ходе слета ребята получают возможность принять участие и в спортивных, и в творческих конкурсах. Сам процесс подготовки, он интересен тем, что мы придумываем что-то, мы делаем что-то, мы создаем, я пишу песни, кто-то делает логотипы, и это все как-то сплочает хотя бы с какой-то частью курса, который тоже мне помогает. Наша команда называется А3, а так как это наш любимый формат бумаги, мы решили, что это как раз то название, которое нужно. Наше название! А3! Наш девиз! Формат на все случаи жизни! С октября 2019 года Евросоюз планирует не переводить время с летнего на зимнее. По статистическим данным, 84% опрошенных европейцев против сезонного перевода часов. Такую инициативу еще должны принять Европарламент и Еврокомиссия, и весь этот процесс может занять около двух лет. В случае, если Европейский Союз отменит сезонный перевод времени, Украина, скорее всего, сделает так же. Об этом заявили в Министерстве экономического развития и торговли Украины. В таком случае необходимо будет выбирать, оставаться в летнем времени или в зимнем. Пока решение не принято, жители нашей страны будут дважды в год переводить стрелки часов. В этом году переход на зимнее время 29 октября. В Одессе в рамках Всемирного дня уборки зеленых зон и благоустройства территории проводили субботники. Жители города занимались уборкой территории в разных районах города. Участвуют ли в таких акциях одесситы и обращают ли внимание на состояние своих дворов и улиц? С такими вопросами наши корреспонденты обратились к жителям города. Около своего парадного убираем, около своего подъезда. Если есть приусадебный участок, можно посмотреть, какой он прекрасный, красивый. Конечно. Вы тоже садите деревья? Садим деревья свои приусадебные участки, сами приводим в порядок, поливаем, садим, обновляем. Потому что мы живем в этом городе, и наше одесса должна быть красивой, даже местечковой. Это должно быть вообще-то в порядке вещей, потому что кто, если не мы? Город наш, и мы за это отвечаем. Весной высаживали, сейчас периодически там что-то подсыхает, мы хуй, я гуляю с детьми, мы там что-то подрезаем, убираем. Ну, так каждый сам по себе понемножку из жителей. Конечно, важно, и самому приятно выйти из дома, да, красиво, аккуратно все. Вообще-то я эколог, поэтому я только за природу. Я с собой, свои собачки всегда убираю, сюда хожу с кулечком. Это я тоже считаю, что это экология, тоже чистота. Одесситы говорят, с удовольствием участвовали бы в акциях по благоустройству города, если бы анонсирование таких мероприятий проводилось более масштабно. Если бы я знала, я бы мог бы поучаствовать с удовольствием. Дети любят все это, и за цветами ухаживать, и деревья. Ну, разве что во дворе мы там рассаживали, высаживали. А в парках я только слышу в новостях, что уже было, как бы, что мы пропустили. Побольше было бы таких акций, но нужен организатор. Мы местечково так сами, в общем-то, работаем над этим, над благоустройством нашей родной, милой Одессы. Одни люди выбирают себе профессию с малых лет, но разочаровываются в ней, когда становятся взрослыми. Другие, наоборот, случайно попав в профессию, остаются верным ей всю жизнь и добиваются успехов. Именно так случилось с заслуженным врачом Украины, полковником медицинской службы Петром Аслановичем Петросяном, который в этом году отпраздновал столетний юбилей. Петр Асланович родился в небольшом селе в Нагорном Карабахе, в многодетной семье. Его отец образования не имел, занимался разной работой. Мать смотрела за домом и детьми. Поступать в медицинский институт Петр со своим другом решили спонтанно. После того, как у них не приняли документы в другие вузы, вспоминает Петр Асланович. Коля Хачанов, его фамилия Коля зовут Хачанов, был очень веселый парень. И когда мы пошли в медицинский институт сдавать документы, он разговаривался с этими секретаршами. Они засмеялись и говорят, давайте ваши документы. И взяли и его документы об окончании школы, и мои документы. Первый свой врачебный опыт Петр Асланович получил на войне. Именно там, отвечая за состояние здоровья военных летчиков, он понял, что настоящий врач должен лечить не только тело, но и вникать в психическое состояние человека, реагировать на его эмоции и предчувствия, говорит ветеран. Один из молодых летчиков, фамилия его Скоромный, сейчас до сих пор в доме, Коля его звали, Коля Скоромный, он подошел ко мне и говорит, доктор, вы знаете, я, наверное, сегодня не вернусь. Меня, наверное, убьют. Я говорю, что ты говоришь, Коля, как тебе не стыдно? Ты такой боевой летчик, ты уже летал, уже все. И Петр Асланович разрешил вылет, о чем очень сожалеет до сих пор. Я, конечно, молодой врач тоже был, должен был его не пустить в полет, но я его уговорил как-то, он улетел в полет и не вернулся. Когда вернулись все остальные, а Коля Скоромного не было, я ждал его на аэродроме очень долго, мне сказали его товарищи, что его сбили немецкие самолеты. Это один урок был для меня, очень большой урок для меня. Этот урок врач запомнил на всю жизнь. И впоследствии одним из главных принципов в его работе стало внимательное отношение к людям, что, впрочем, важно в любой профессии, не раз говорил Петр Асланович своим близким. Для которых он всегда был примером, рассказывает дочь ветерана Веста Петросян. Безусловно, мой папа – это уникальный человек. Хотя бы уже одно то, что он прожил сто лет, говорит о том, что какие-то резервы организма, которые есть у него, присущие очень мало каким людям. При этом он сохраняет, в общем-то, разум, память, адекватную реакцию на вещи, что не может не вызывать и у меня, и у всех окружающих, безусловные изумления, удивления, восторг и радость. Говорят близкие ветерана и о его удивительной работоспособности. Папа всю жизнь работал. Мне кажется, что это тоже в каком-то плане уникальный случай, потому что человек, который работает сто лет, это не каждый день встретишь, работает. К нему ходят люди, он хороший специалист. И люди ходили к нему всю жизнь. И действительно, там были огромные очереди. Лучшей рекламой для врача всегда были отзывы и рекомендации его пациентов, говорит полковник медицинской службы. Моими агитаторами являлись мои бывшие больные, которые везде, всюду, и через печать, и всюду говорили о том, что есть такой доктор, который хорошо лечит больных. Я не помню такого случая, чтобы кто-то пришёл ко мне, не вылечился и ушёл. Своим детям и внукам Пётр Асланович профессию не выбирал. Но гордится тем, что в следующем поколении Петросянов тоже есть медики. Сын стал кардиологом благодаря своей матери, которая работала кардиологом третьей городской больницы. Он стал хорошим тоже доктором и до сих пор работает хороший кардиолог, хороший доктор, замечательный. У ветерана есть правнучка и правнук. Они ещё слишком маленькие, чтобы слушать рассказы Петра Аслановича о жизни и о судьбе. Но наверняка станут хорошими специалистами, какую бы профессию они не избрали. Ведь быть настоящим профессионалом – это семейная традиция петросянов, которая, надеется, Пётр Асланович будет продолжаться и представителями следующих поколений. Три разные женщины, жившие в разные столетия, занимавшие различные положения в обществе, но одинаково глубокие душой и по-настоящему умеющие любить. Это героини новой книги одесского писателя Галины Могельницкой «Имена», на презентацию которой собрались представители творческих кругов Одессы. Она не мыслит свою жизнь без поэзии и никогда не останавливается в своём творчестве. Много лет работая и днём, и ночью, признаётся Галина Анатольевна Могельницкая. Новую книгу «Имена», состоящую из поэм, автор считает одним из лучших своих произведений. «Книжка, яка сьогодні презентуюсь, это часы моего життя, и, безусловно, я хочу, чтобы про нее люди знали, я хочу, чтобы ее читали, я хочу, чтобы она людям понравилась, потому что она мне понравится, потому что там идёт мова про, по-перше, идёт мова про жёнок, а жёнка, дядя, доля – это всегда что-то вагоме». Главная героиня книги «Имена» – женщины разных сословий, жившие в разное время. Первая – киевская княгиня Рогнида, вторая – Елизавета, королева Норвегии и Дании, а третья – Серафима, простая украинская крестьянка, но по силе характера не уступающая двум другим героиням. В отличие от Рогниды и Елизаветы, Серафима – собирательный образ, но очень близкий автору. В поэме «Женщина спасает евреев» в годы Второй мировой войны. Рятувание украинскими селянами евреев под час войны – это исторический факт, про него нужно говорить на полную силу. Родный мой дедунь и бабушка без конца на горищу ховали евреи. Під час оккупации, хотя на нашей кухне, варив дедщик, примара, варив на нашей кухне, а на горищу над ними сидели евреи сховані. Так що я кажу, що хоч це і не історична особа, але сам факт історичний. Кніга «Їмена» буде інтересна широкому кругу читателей, считає Галина Могильницкая. Особенно важне її прочтення для української молодежи з точки зрення познання становлений родной страны. «Хто із учнів знає, що дочка зі того Ярослава Мудрою була королевою двох півднічних країн. Ну, хто це знає. І що це за країни, і що було в тих країнах, і як вона там адаптувалася, це ж ніхто не знає. Ви розумієте, це відкриття для кожного дитини, підлітка, це відкриття, відкриття іншої епохи, відкриття іншої країни. Тут дивоважно цікаво, я не знаю. Мені самі цікаво». Кожде своє произведення Галина Могильницкая пропускає через себе, через свою душу і серце, признається писатель. Кроме того, ряд її стихотворений стали піснями. Музыку пишет сама Галина Анатольевна. Во время презентации прозвучала одна із них. «По нас не зломити боя, в нас єдино, ми на дві відважно йдемо. Гей, 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 збережемо Україну. Гей, гей, слава честь він своєму». Презентация новой книги Галины Могильницкой «Имена» прошла при поддержці общественной організації «Интелектуальний форум». «Интелектуальний форум – це дуже славна організація, яка зібрала ще давним-давно, ще в 91-му році, спрямувала зусилля на те, щоб зібрати всі інтелектуальні сили Одеси і спрямувати їх на допомогу будівництву держави. І за це я його люблю, і тому я з ним завжди співпрацюю». Книга «Имена» – уже 20-е іздання Галины Могильницкой. А впереди в планах – создання новых поэтических сборників, пособій і полемічних ізданий. Це все інформація к цьому часу. Далі прогноз погоди. Я з вами прощаюсь. Берегите себе, своїх родних і будьте здоровы! Дякую!